Лучших из лучших педагогов и воспитателей определили на фестивале педагогического мастерства в Шадринске. Финал седьмого областного конкурса состоялся в Шадринском государственном педагогическом университете. Конкурсанты презентовали свой педагогический опыт, провели мастер-классы, открытые уроки и профессиональные дискуссии. Лучшими среди муниципальных этапов конкурса стали 24 финалиста. В два дня педагоги делились опытом, передовыми методиками и интересными подходами. Каждый учитель предоставил на конкурс свой уникальный проект или нетрадиционный подход. Составили медиавизитку в интересной форме, а также классный час провели в первом классе, у меня был классный час, какие технологии были задействованы. Классный час был народы Курганской области, потому что у нас сейчас год нематериально-культурного наследия, поэтому выбрали именно такую тему для классного часа. Тема моего опыта это использование опорных схем на уроках русского языка в начальных классах. Работая по данной теме уже несколько лет, для себя выработала схему определенную, методику, накопила опыт, решила его обобщить и поделиться с коллегами. Талантливые, позитивные, увлеченные своей профессией педагоги дополнительного образования соревновались на площадке детского технопарка Кванториум. Лучшим педагогом дополнительного образования признана Наталья Утиашина из Дворца детского и юношеского творчества города Кургана. Анастасия Головина из Дома детского творчества «Радуга города Кургана» заняла второе место. Бронзовым призером фестиваля стала Анастасия Рахматулина из детского технопарка Кванториум города Кургана. Я руководитель объединения «Художественное слово». У меня ребята занимаются с 6 до 12 лет. Мы занимаемся и художественным словом, и осваиваем театральное творчество. Развиваем личность, развитую во всех сферах. В номинации «Лучший учитель» третье место получила Сидорова Ольга Владимировна из города Шадринска. Второе место у Исаковой Юлии Александровны из Чистоозерского района. Победителем областного конкурса «Фестиваль педагогического мастерства-2022» в номинации «Лучший учитель» стал учитель истории общества знания гимназии номер 19 города Кургана Юрий Долгих. Ну, наша новинка – это попытка использовать теорию игр на уроках экономики. Ну, прежде всего, на уроках экономики. То есть мы из математики, из научной математики берем что-то и привносим в педагогику. Пока это вот практически не применяется только местами в университетах. Через вот такую модель мы ее выстраиваем логически и мы смотрим, почему, например, люди поступают рационально, но при этом возникают мыльные пузыри, как вот мы сегодня на уроке смотрели, почему есть рецидивная преступность, почему так или иначе выстраивается налоговая политика государства, бюджетная политика. И вот теория игр, она позволяет очень простыми словами, вот в рамках одной очень простой маленькой модели объяснить очень сложную вещь. В этом ее прелесть. Поэтому мы вот ее и попытались показать, но, видимо, членам жюри понравилось. В номинации «Лучший воспитатель» третье место заняла высоких Елена Евгеньевна из города Кургана. Второе место у годовых Надежды Ивановны из города Шадринска. Первое место заняла Горшкова Юлия Михайловна из села Погорелка Шадринского района. В церемонии закрытия фестиваля приняла участие лучший учитель года Костылева Екатерина Сергеевна. Она презентовала публике нетрадиционный подход в педагогике и поддержала финалистов. Когда начинался мой конкурсный путь, когда я начинала участвовать на городском этапе, думаю, ну, в финал войду, будет хорошо. Вот, поэтому, нет, таких долгосрочных планов, конечно, не было. И, вы знаете, когда знакомишься с конкурсантами, будь то на регионе или на России, пожалуй, наоборот, очень радостно, что это такие крутые специалисты, что в разных уголках региона, а потом в разных уголках России есть люди, которые думают, иногда даже как ты, несмотря на то, что они преподают другой предмет и живут в другом городе. И мне кажется, что это, наоборот, очень и очень здорово. Как организатор, конечно, мы видели все проекты, мы смотрели, мы созерцали. Самое главное, что эти проекты, эти мастер-классы видели наши студенты, они подчеркнули для себя много полезного нового, потому что это обмен опытом. Здесь новое, здесь проверенное уже опытом годами. И были нетрадиционные подходы, и это очень замечательно. Сегодня, когда выступала Екатерина Сергеевна, лучший учитель Российской Федерации, тот же самый аспект она нам подчеркнула, что действительно, когда нетрадиционный подход в педагогике, детям интересно. И педагог заряжается этими эмоциями от детей. Отметим, что кроме подарков и награждений от организаторов и спонсоров фестиваля, финалистов поощрили сертификатами на поездки в туристические места нашего федерального округа. Кроме того, всех участников поздравил и принял участие в награждении директор Департамента образования и науки Курганской области Андрей Борисович Кочеров. Всем, кто принимал участие, огромное спасибо. Ну а что касается самого конкурса, каждый конкурс – это в первую очередь попытка сделать что-то очень замечательное и классное. Каждый учитель, который выходит сюда, он уже прошел этап и муниципальный, кто-то прошел отдельно городской. И они пришли, действительно, здесь уже приехали все победители, лучшие из лучших. Да, кто-то из них не прошел в финальный этап, кто-то не займет первое место, но каждый учитель представил свой лучший опыт, который уже стал лучшим, и посмотреть на него, показать его другим, я думаю, это огромное счастье – видеть эти открытые уроки, мастер-классы, дискуссии. Поэтому нет ничего лучше, чем смотреть на что-то хорошее, замечательное, и в чем-то даже идеальное, наверное, в том числе и этот конкурс, и участников этого конкурса. Субтитры создавал DimaTorzok